Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами я, Тали Мусагалиева, и Казахстанская Медиа Академия. Как вы относитесь к критике? Наверняка не очень. Конечно, куда приятнее, когда тебя хвалят. Но если бы вы знали, как тонко, мудро и деликатно умеет хвалить наша Ирина Ажмухамедова, тогда бы полюбили критику навсегда. У будущих актрис телесериалов сегодня разбор полетов. Давайте к ним заглянем. Ну просто вот так все ходят, и просто никто ничего... Как только камера-мотор, или у нас открытый урок даже, пусть раз началось задание, должна быть гробовая тишина, потому что Индия вообще не могла работать. То есть у тебя монолог получился не потому, что не получился, а у тебя. Потому что сама атмосфера была раздрызг полный. Там такие... За дверями... А знаешь, понятно, вы репетировали, но на самом деле эти звуки, они страшно мешали. То есть на самом деле относитесь с уважением друг к другу. Цените друг друга больше. И понимаете, что несколько секунд вот эти, да, они при подготовке играют роль. Это тишина нужна. То есть помогайте друг другу. Ирина Ажмухамедова, преподаватель авторского курса актерского мастерства Казахстанской медиа-академии. Выпускница театрального факультета Алматинского государственного театрально-художественного института имени Жургенова. Обладатель красного диплома и профессионального сертификата BBC. Успешная актриса. Ее фильмография в кино и телесериалах суммируется более чем 700 часов экранного времени. Сумасшедшему человеку попробуй докажи, что этого ничего нет. Он это видит. Ну он реально видит, как, если пьяный, что чертики двигаются, да, машут ему рукой. Ну то есть он реально видит. И ему скажи, вот этого нет. Ну он же даже разговаривать с вами не будет. Он видит, что это есть. И то есть мы твоими глазами видели эту проблему. Почему тебе было непросто? Потому что медсестра-то не видит. То есть противоречие на сцене уже присутствовало. То есть совершенно случайно, а может не случайно, потому что ты как раз сценарист. Этот этюд вообще сцепился, получился. Это каждый раз есть элемент импровизации. Каждый раз выполняются все сценические законы. То есть, ну вот смотрите, давайте вот я сегодня с вами хотела подойти чуть-чуть к разбору уже по образу. Да, вот из чего состоит вообще все, весь этюд. Вот мы никогда не... Ну всегда в воздухе витала, но мы не произносили сверхзадача, задача, действия. Да, ну это все то, что уже работа актера над ролью. Вот работа актера над ролью. Цель ясна. Украсть кошелек. Прорабатывается эта цель. Сверхзадача какая? Разбогатеть, навариться. Но препятствие, вот про которое я говорю, препятствие надо было. Какое-то препятствие. Препятствие может быть внутри тебя. Не обязательно ты не можешь открыть дверь. Ну ты могла бы так ее не открыть. Препятствие оказалось совесть. Или жалость. Или какие-то внутренние эмоциональные движения, которые мы, пусть мы даже их запрограммировали. Но они в тебе вдруг рождаются от того, что Рита тоже работает очень хорошо. Ты видишь, что она живая, что ее жалко, что она действительно пытается отдать тебе все. То есть это взаимодействие, оно рождает вот именно такие настоящие эмоции у зрителей. У нас у зрителей все слезы на глазах. И все время в разных местах. То есть вот это то, что я у вас прошу, не умирайте, не засыпайте, не фиксируйте. С одной стороны, надо четко понять, что происходит. Вот текстовая составляющая, она техническая. Ты рано или поздно вызубришь этот монолог. А вот именно ожидание, одиночество, момент, когда ты ждешь, а он не приходит. Вот это немножечко мы упустили. На одном дыхании прочитала ты свой монолог просто на одном дыхании. Там были много неточностей по Пушкину, понятное дело. Там было много неточностей по образу, но мы его и не прорабатывали. Но то, что Рамиля была живая, она хотела этой встречи. Но было ощущение того, что для тебя это важно. Хотя я думаю, если тебя все-таки, вот мы же шутя мотивировали, там про толстого, брюхатого, какого-нибудь этого, да, злого и вонючего соседа. Но какая-то мотивация, конечно, была бы такая вот до отчаяния доведенная, когда все-таки вопрос жизни и смерти. Ты все-таки вот в эти обстоятельства боишься задвинуться максимально. То есть все равно чуть-чуть взгляд со стороны ты оставляешь. Так же, почему я эту кошку отметила? Здесь не было взгляда со стороны. Здесь было стопроцентное погружение. То есть, прям молодец. И, кстати, корова была прекрасная. У коровы тоже было, знаешь, стопроцентное погружение в чем? В неспешке. Вообще не торопилась. Чего ты хочешь, когда ты обращаешься к Ромео? Займешься. Это главная цель. Не обязательно замуж. А что он пытался с собой? Может быть, найти человека, который понимает. Это даже, как сказать, это не обязательно прямо вот тема мужчина-женщина. Да, она влюбилась, но именно боль Татьяны какая? Какая цель у нее в жизни? Мы сейчас не сможем с тобой ответить на этот вопрос. Поэтому нужно, во-первых, иметь костяк, в котором вы сможете существовать просто как нормальные профессиональные актрисы. Не боясь, что вы будете смешная, пустая или станете в ступоре. Вы действуете. У меня сейчас какая задача? Допустим, сделать так, чтобы Индира покинула эту комнату. Просто все, она мне изо всех сил надоела. И я начинаю действовать. Моя задача вытеснить этого человека из комнаты. Что я предполагаю? Почему? Я с ней соперничаю. Например, мы с ней пробуемся на одну роль. Мне нужно ее вытеснить. И тогда чем я рискую? Если она останется здесь, режиссер ее заметит, и она уже давно на телевидении, у нее больше шансов попасть на эту роль. Я начинаю с ней соперничать. Я взаимодействую с Индирой таким образом, чтобы она покинула эту комнату. Как правило, еще прописаны действия. Но вы можете что-то добавить от себя. Ты же вот даже вот уже хотела. Но я знаешь, что не верю? Вот смотри, знаешь, я что не верю? Вот смотри, ты хочешь уйти. Ты вот сейчас, ты когда сейчас даже к воде шла, ты так стремилась к этой воде мимо камеры, но ты к ней шла. Ты ее хотела. Понимаешь, то есть вот наши жизненные желания, они нас ведут автоматом. И наше тело, оно подсознательно работает. Здесь ты знаешь точно, что ты психанешь, захочешь уйти, и уйдешь. То есть ты сразу действие не прорабатываешь, ты его показываешь, ты его обозначаешь. Пришла, села, подождала. Ну как ты ждешь? Ну тоже ждешь. Ну ты правда, вот как ты ждешь на самом деле. Вот давайте так, вы все сейчас попробуйте. Ну даже вот простейшие. Нет, какие-то моменты неплохо. Я же даже видела посыл. Нужно постараться не перекрыть и при этом проявиться. Вот сейчас давайте еще раз мы вам покажем, как вы хороши. Вот так есть все, да? Да. Вот так есть все. Теперь вы рассыпаетесь. Разговаривать можно? Да. И начинаем, ждем автобус. Можно и разговаривать, да, если вам это необходимо. И когда я говорю финальная точка, вы... А, мы просто помним. Сейчас просто ожидание, 40-градусный мороз, да. Вы рано на финальную точку. Вы пока можете, да, просто в свободном плавании вообще существовать. Эта остановка, она достаточно большая, да. Может быть за вами вообще лимузин приедет. Не суть, что вы ждете, но вам надо уехать. Так практически ни у кого не мерзнет лицо. Вы не чувствуете холод. Ага, да, хорошо. И теперь в этой стороне вы слышите какой-то звук. Возможно, это тот транспорт, который вы ждете все. И вы выстраиваетесь в финальную точку. Мы сегодня снова репетировали наши монологи. Я как раз давно не вспоминала о нем, немножко даже подзабыла. Поработали над тем, именно над теми нюансами, на которые я не обращала прежде внимания. Очень благодарна Ирине за то, что она уделяет каждому из нас время, работая с каждым из нас. И говорит именно плюсы и минусы, индивидуальный подход. Да, индивидуальный подход, это, конечно же, важно. Но не менее большее значение у нас уделяют деталям, например, таким. Сколько лет нашему зрителю, что он слушает, о чем мечтает. Спросите, зачем? Виктория Майлянова расскажет. Виктория Майлянова, маркетолог-аналитик русского радио Азии. Радио Ретро, Европа Плюс, Дорожного Радио. В прошлом специалист отдела маркетинга каналов КТК и НТК. Сегодняшний наш курс – это измерение аудитории радио и телевидения. Для чего, собственно, вам это? Ну, во-первых, лишние знания никогда не бывают ненужными. То есть понимание и знание, откуда строятся цифры. Очень часто мы вне работы слышим, там, рейтинги упали, рейтинги поднялись в той или иной передаче. Вы научитесь понимать, о чем это говорит. И если в будущем вы будете работать, дай бог, я вам этого желаю, на радио, на телевидении, вы могли на равных разговаривать с программными директорами, с любым человеком, который бы, с медиа-аналитиком, и понимать, что такое цифры. Потому что я по своей деятельности очень часто сталкиваюсь, что у каких-то ведущих, какие-то программы, рейтинги падают, поднимаются. И, к сожалению, в большинстве своем люди не знают, что такое. И хотя бы понимать и иметь представление о том, что такое рейтинги, может быть, это помогло бы улучшить продукт. Радио и телевидение существуют вообще за счет рекламы. То есть это коммерческие радиостанции, телеканалы, которые продают рекламу, на деньги создают продукт, собственно, платят зарплату. И все счастливы. Рекламодатель счастлив, счастлив слушатель или телезритель. И счастливы люди, которые имеют работу. Все счастливы. Но существует ошибочное мнение, что телеканалы и радиостанции продают эфирное время. На самом деле продается не эфирное время. Продается, грубо говоря, продаются люди. То есть продаются слушатели. Продается контакт рекламы со слушателем. Поэтому очень важно, самое важное для телеканала, для продаж, это понимание то, на какую аудиторию вещает. Кто эти люди, что они делают, чем занимаются, какой у них доход. Это все очень важно для рекламодателя. Для каждого рекламодателя свои какие-то целевые группы устанавливаются. Для кого-то важна молодая аудитория, у кого-то 35-55 высокий средний доход. Стандартную аудиторию, которую запрашивают, на которую, в принципе, работают, наверное, большинство телеканалов в Казахстане, это все-таки аудитория где-то 25-50 высокий средний доход. Сегодня у нас был урок с Викторией. Она нам рассказывала о методах измерения аудитории телевидения и радио. Очень достаточно интересный был предмет, не похожий на все остальные. Учитывая, что у нас сегодня была очень серьезная дисциплина с цифрами, с графиками, с процентными соотношениями. Дали нам сегодня очень много. И надеюсь, что это все уложится нам, все по полкам в наших мозгах. Сколько времени вы сегодня смотрели телевизор? Если больше трех часов, то давайте прощаться. Увидимся завтра в это же время на канале Музлайф. Мы готовы с вами поделиться самой интересной информацией о том, как проходят учебные будни наших студентов. Ну а с вами была я, Талимуса Галиева и Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова